Три минуты, звезда футбола, все как обычно. Всем привет, дорогие друзья, вы находитесь на моем спортивно-игровом канале. Рус Фифа Пес, как вы уже догадались по названию, сегодня у нас будет долгожданная карьера за наш любимый всеми клуб Спартак. Сегодня у нас будет два матча против ЦСКА и против клуба Волки. Поэтому, пока мы еще не начали, не забывайте подписываться на канал, ставить лайки, нажимать на колокольчик. Также прошу вас репостить друзьям и писать комментарии, чтобы продвинуть данный видеоролик в топы ютуба. В общем, еще раз спасибо за все действия, которые я вас просил совершить. И в общем, поехали, сразу же начнем наш первый матч. В черной форме сегодня игра не люблю я черную форму у Спартака, вот прям даже ненавижу. Не люблю черной формы, вот. Не подумайте, что это как-то российский, просто цвет не очень. И так, Витиньо, Думбиян, вообще ЦСКА очень сильная команда. О, сразу видно, новые скорости пошли. Сразу видно, новые скорости. И здесь не нужно вот так вот ошибаться, как я это сделал. Нельзя просто, я не имею права этого делать. И наши молодые игроки, они должны... О, это кто? Это кто бежит? Такой крутой. Так, я приказал бежать, отвлекать внимание. Видите, он отвлекает внимание. И так, Глушаков. Кто дальше, кто следующий? Хотела, значит, собственно, обойти, но не получилось. Ладно. Ой, первый финт удался. Кротов бежит. И пробьет, но нет, Березуцкий довольно-таки опытный защитник. И его спокойно, значит, выталкивает. Козлов сколько уже не забивал. Яковлев! Здесь нужно понимать, с кем мы играем. И кто это забивает? Кротов! Которого я весь предыдущий сезон не выпускал. И он в первой же игре оформляет такой голешник. Да какие нам там Мирончуки и эти промисы. Нафига? Вон у нас. У нас свои есть, которые вот так вот забивают. Ну, конечно, хотелось бы, чтобы еще у нас была Лига Чемпионов. Надеюсь, она появится. Хотя вряд ли, скорее всего, но надеюсь. Если не будет, то ничего страшного. Это братья, отстань. Так, это удар по воротам. Зобнин пробил. Это его первый удар в карьере по воротам. Рейтинг 57. Ух ты ж, е-мое, как все круто-то. Я давно не подавал. Потому что вот когда подает, такая фигня происходит всегда. Ах ты ж... Что? Это вы видели, что это было такое сейчас? Ну, ладно. Зобнин еще молодой игрок. Главное, чтобы эта потеря не привела к голу. Нам сейчас. Спокойно. Писиков просто вышел. Домбья такой. Ой, что? Чего я? Извините, я больше так не буду. И ушел. Вот и все. Все просто, довольно-таки. Идем в нападение. Сейчас нужно выиграть верх обязательно. Багетти, Малафеев, Эберт. Вижу, что Кротов уже заждался передачи. Так, а что ж такое-то? Ну, ладно. Отлично. Вот так вот, Эберт. На Макеева. Макеев. Придется обратно играть, потому что, ну, видно же, что не дают. И опять Думбья на контратаке. Бежит такой весь из себя. Ну. Ну, стоило Писикову опять выйти из ворота. Это что такое? Ну, ладно. В следующий раз забью, говорит Думбья. Ну, ладно. Бид. Не выноси. Ах ты ж, Эберт даже поборолся немножко. Это было перспективно. И мы отбираем мяч. И там опять Эберт ждет его. Кротов, давай вот так вот. Давай вот так вот. Отлично. И второй удар, но, к сожалению, к сожалению, это мимо было. Но это было... Это было в касании. Прошу заметить. Макеев. Что же будет делать? Ложный замах. Здесь еще один ложный замах для того, чтобы выйти на ударную позицию и пробить. И я знал, что здесь невозможно практически забить с такого острого угла. Но финн был необходим, чтобы, ну, развернуться. Итак, Макеев. Опять, значит, не дают нам забить. Все еще вот не дают, не дают. Бакетти, отлично. Пас в центр. Мафсисян. И здесь возможность прекрасная для удара, но Глушаков, видимо, увидел Игнашевич. И такой, ой, извините, я не хотел вам забивать. И такой, оп, и не забивает. Кто-нибудь мне... Тимофеев, отлично. Пробей! Ах ты ж... Вот видите, тоже молодой игрок. Опыт, конечно, есть, но не такой большой. Игровая практика у него практически каждую игру, но все же так вот замедлился. И не получилось у него реализовать все, что он хотел. Итак, природная активность. Перечисленные ниже игроки были включены в состав национальной сборной и не могут выйти в поле в последующем матче. Глушаков, Камбаров и Паршевлюк. Паршевлюк, я вообще не знаю, кто ты такой. Ну, видимо, я его вообще не выпускал. Надо будет выпустить. Итак, последний матч с Тереком. Последний матч с Тереком. И на этом мы с вами будем завершать. Я вот, ну, я его могу же выпускать. Почему там было написано, что нельзя? Ну, ладно. А Джурада я очень-очень давно не выпускал. Яковлев пусть посидит пока на скамейке, потому что, ну, надо отдохнуть. Обухова я не выпускаю вообще. Хотя я помню, он тоже у меня выходил. И выходил довольно-таки неплохо. По-моему, даже сразу же забил. Вот. Итак, на нашем же стадионе мы играем. Идет дождик. А, нет, это не наш стадион. Ну, ладно. Идет дождик, но для нас это не помеха, потому что... Потому что это же штрафной, да? Да, это штрафной. Отлично. И кто же будет его бить? Эбер, что ли? А, нет, это Глушаков. Я перепутал немножко. Итак, давай забивай сразу же. С первых же минут. Ай, давай, давай, да! Отлично. И кто это? Это Пуску забивает. Если честно, я даже не знаю, какой национальности он принадлежит, скорее всего, либо прибалф, либо поляк. Но это даже не важно, потому что на третьей минуте мы реализуем этот момент благодаря Кротову, который вот так вот его заработал... Ух-тыш, как больно-то, наверное. Его так заработал и Глушаков, который его так блестяще не реализовал. Но это было прям лакшери. То есть прямой такой удар. Прямой удар хороший. И здесь вот на отскоке еще такого. О, Пуску забивает. Отлично. Итак, Джурада. Впервые вышел. Но... Контратака сейчас мне придет. Это, кстати, уже не такой скучный матч, как с Уралом. Так, и Глушаков. Мощную пушку давай. Мощную. Мощную пушку. И это... Попрошу заметить на очень прям вообще активная. И опять Зобнин ошибся. И что это будет? И Писяков отлично. Закрылся Терек в обороне. Но мы ее сейчас вскроем этим великолепным ударом от Глушакова. Азбилис. Мощный удар. Ну ладно. Уйдем. Главное сохранить мяч в этой ситуации. Джурада. Может так пробьет. Получилось как будто пас. Ну ладно. Кротов ставит корпус. Ну и давай с острого угла. Я даже посмотрю этот повтор. Потому что, как мне показалось, удар очень хороший. Такой загружуточкой. Прям отлично. И... Очень быстро выходить из обороны в атаку. Это пока у нас не получается. И это может обернуться для нас плохими последствиями. Но... Фух ты. Отлично. Это, кстати, я двинул вратаря. Да. Я крутой. Да. Морсисян Финт не успела сделать. И опять. И опять передача на этого кону. Но я великолепно запускал. То есть и спас. И спас. И забил гол за этого великолепного защитника. Молодого и тоже перспективного. Морсисян может бежать, кстати. Скорость 86. Давай, беги. Беги, пожалуйста. Беги и забивай. Забивай. Отлично. Отлично. Поставил корпус и реализовал. Молодец. Ну и Козлов тоже празднует. Конечно, ему тоже хочется отличиться. Вот так вот поставил. И вот так вот забил. Не мог я здесь отдать передачу на Козлова. Вряд ли бы она прошла. 2-0. Это уже более такой хороший счет. Спокойный. Так сказать. Вот. Конечно, расслаблять булки мы не будем. Но мы, конечно... Опять Кутепов сейчас заработает красную карточку. Это уже в его стиле. И вот не дай бог нам сейчас забьют. Я расстроюсь, конечно. Прыжок и не забери. Ты смотри, они еще хотели... С разворота. Да, в кас... В касание. Нет, вряд ли бы это куда-то полетело. Сейчас угловой будет у наших ворот. И на этом, мне кажется... Да, мне кажется, на этом и все. На этом все. Ну, почти все. Возможно, нам даже... А-а-а-а! И как это было красиво отобрано. Это реально какой-то цирк уродцев. То есть, передача... А, игра рукой это была. Ну, ладно. Ну, прикольно было, конечно. Прикольно. Скорее всего, сейчас уже будет свисток. Я прям уверен. Но... Это еще одна карточка, да? А-а-а! Это не карточка. Это штраф за игру рукой. Чтобы вы понимали. Это штраф за игру рукой. Хе-хе. Прикол. То есть, я как бы в мяч сыграл, но... Рукой задел. Хе, прикольно. Итак. Еще один штрафной, но... Хе, полная фигня какая-то. Я даже не стал напрягаться. Ну, давай, свести судья. Я уже устал комментировать этот чертов выпуск. Ура! Блин, они так радуются, как будто реально лигу чемпиона выиграли. Часть болельщиков дождалась окончания игры. Чтобы овации проводить футболистов в раздевалку. Поддержка болельщиков плюс четыре. Отлично. Супер был. Пересмотреть. Ага. Я полагаю, ему нужно больше. То есть, допустим, ну, восемь пятьсот давай. Давай восемь пятьсот. И бонус. Скорее всего, уже все, уже все решено. Уже все решено. Осталось только больше денег предложить. Ух ты! В чемпионате мы находимся на большом отрыве. Просто огромнейший отрыв. Неожиданно, кстати, Динамо на третьем месте. ЦСКА на четвертом. Краснодар, Кубанский. Так. Ну и где у нас Рубин? А Рубин аж на двенадцатом месте. Мне это, конечно, не нравится. Люблю Рубин, но здесь что-то на двенадцатом месте это как-то не... Ростов во главе, кстати, с Дюбой на шестнадцатом месте. Это очень плохо. Как-то прям... Так вот все ровненько, ровненько идут. Ровненько прям, да. Потом, значит, с шестого места такой отрыв. Локомотив там, да. И такие типа лидеры. И я прям в отрыве. Ну, это хорошо. Прям блестяще. Ну, ладно, ребят. Будем завершать. Я думаю, вы устали от такого супер-супер выпуска. Это такая инициатива. Дальше будет пять матчей. Только лучше, только больше и прочее. Будем прощаться. С вами был Рус. FIFA PES. Не забывайте подписываться на канал, ставить лайки, нажимать на колокольчик. А я буду прокачивать вратарей. И стадионов и прочее. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok